Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. В немецком федеральном правительстве предполагают введение отдельных санкций против российского режима Путина за репрессии против оппозиции. Накануне суд в Москве заменил Навальному условное наказание по старому уголовному обвинению на реальное заключение. Об этом сообщает Реутерс. По словам представителя канцлера Штефана Зайберта, Ангела Меркель назвала приговор Навальному далеким от каких-либо стандартов закона. Она призвала российский режим прекратить насилие против людей, которые выходят на акции протеста. В то же время пресс-секретарь напомнил об уже действующих европейских санкциях против Кремля за покушение на оппозиционера с применением боевого яда новичок. Новые санкции в будущем нельзя исключать, добавил Зайберт, и отметил, что Берлин необходимо провести консультации по этому поводу с другими партнерами по Евросоюзу. У Меркеля объяснили, что политика Москвы в отношении Навального нарушает базовые права человека, которая сама же российская сторона согласовала. Берлин официально осуждает силовое подавление акций, направленных на поддержку оппозиционера и против режима. В декабре представители ЕС согласовали введение санкций против шести российских граждан и правительственного научного центра в связи с отравлением Навального. В середине января российский оппозиционер вернулся на родину после многомесячного лечения и восстановления в Германии. После прилета его сразу же арестовали и обвинили в нарушении условий соблюдения уголовного приговора. Судебные заседания проходили с очевидными нарушениями. Напомним, российскому оппозиционеру Навальному заменили условное наказание на реальное тюремное заключение на следующие три с половиной года. Соответствующее судебное заседание по старому уголовному делу «Ивраше» проходило в Москве во вторник 2 февраля. По обнародованным данным, Навального обвинили в нарушении условий для его условного наказания. В конце 14-го Алексея и его брата Олега признали виновными в нанесении материального ущерба филиалу компании «Ивраше» в России. Оппозиционер, который тогда работал на руководящей должности в Почте России, якобы уговорил компанию в соответствии договора по транспортным услугам и завышенным ценам. Олегу Навальному дали реальное заключение на три с половиной года, а вот его брат-политик получил условное наказание с пятилетним испытательным сроком. Европейский суд по правам человека раскритиковал решение российского суда, а в 2017 году признал вердикт беспочвенным. Позже, когда Навального приставили к домашнему аресту, ЕСПЧ признал политически мотивированным такое решение. С лета 20 по январь 21-го Навальный находился в Германии на лечении, а позже на восстановлении после отравления боевыми веществами в России. Оппозиционеры арестовали буквально с тропа самолета, которым он вернулся на родину 17 января. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok